Всем известна фраза Катерины из Грозы Островского, отчего люди не летают как птицы. Посмотрев на участников личного первенства России по прыжкам на батуте акробатической дорожки имени Трампу, можно сказать, люди летают и очень грациозно. Своё мастерство на турнире показали 500 участников из 39 регионов России. Состязание такого высокого уровня в Старом Осколе проводится не в первый раз. Смело можно сказать, что для любителей прыжков на батуте город стал уже родным домом. Сегодня мы проводим уже третий раз. Первые были соревнования в 2009 году, вторые были в 2015 году. И вот в этом году, в штанг-третий раз у нас проводится финал личного первенства России. Чем они весомы, эти соревнования, то именно на этих соревнованиях сегодня определяется победитель России. Победитель России среди юношев и юниоров 2016 года. В Старом Осколе этот вид спорта получил всестороннюю поддержку. В 2014 году на средства гранта «Металлоинвеста» по программе «Сделаем мир ярче» спортшкола «Юность» закупила необходимый инвентарь для батутистов, который позволил полноценно тренироваться. Результат налицо. В костях сборной Белгородской области составили представители Старого Оскола. На сегодня у нас есть еще неплохая школа в городе Белгороде. Единственное, там у них сейчас очень большие трудности с залом. Там у них, кроме батутистов, там у них еще работает парнокруповая спортивная акробатика и художная гимнастика. В отличие от нашей, допустим, Старооскольской школы, когда у нас есть свой специализированный зал со всем полностью оборудованием. Если взять такую статистику, на сегодня у нас 25 человек выступает. 22 спортсмена Старого Оскола и 3 спортсмена города Белгорода. Самую активную поддержку зрительного зала участники состязаний получали на акробатической дорожке. Здесь в юношеском разряде 17-18 лет Старый Оскол представляли тезки Максимы, Зинченков и Рябиков. Зинченков занимается прыжками с трех лет и он уже двукратный победитель первенства мира. Можно сказать, олимпийская надежда России. Однако эти соревнования ему дались нелегко. Зинченкову удалось войти в восьмерку сильнейших прыгунов России. Но на акробатической дорожке Старый Оскол без медалей не остался. Серебро взял Максим Рябиков. Жюри он подкупил сложностью элементов и четкостью исполнения в обеих попытках. Первый раз у меня комбинация составлял из трех двойных, которая была характеризована первым двойным прямым телом и два двойных группированные. А второй комбинацией у меня было два двойных, среди которых должны составляться, получается, у нас должен быть норматив, винтовые требования. Несведущим в спортивном сленге зрителям рассказ спортсмена покажется непонятным. Давайте просто посмотрим на эти двойные винтовые. Что такое батут и акробатическая дорожка знают, пожалуй, все. А вот что такое двойной мини-трамп нам расскажет кандидат в мастера спорта Богдан Касухин. Богдан, скажи, что нужно для того, чтобы сделать эффективно все элементы на двойном мини-трампе? Из чего он состоит? Ну, во-первых, нужно правильно напрыгнуть, правильно взять где-то руки, где-то что-то натянуть, зажать. Вот. Из чего он состоит? Это часть, куда мы напрыгиваем, потом основная часть, где делается сам элемент и ловушка. Я выбрал двойной мини-трамп, потому что видел, как на Олимпиаде прыгают. Мне очень понравилось. Легкие и непринужденные прыжки, но за ними стоит кропотливая работа. Каждый элемент разучивается очень сложно. Мы занимаемся шесть раз в неделю, по три часа. Приходится терпеть боль. И все же прыжки на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе – это в первую очередь красота. Трудности молодежь не страшат. Такой вид спорта манит, завораживает даже самых юных спортсменов. Я живу в Санкт-Петербурге. Мне 10 лет. Занимаюсь 6 лет. Я полюбил высоту, вот этот вот полет. Люблю прыгать. Я еще с раннего возраста любил прыгать на кровати. Вот меня отдали на батуты. Мальчики и девочки, юноши и девушки, которые 20-23 октября со всей страны съехались в Старый Оскол – это надежное спортивное будущее России. Члены белгородской команды выступили на этом личном первенстве достойно. У нас в копилке 2 золота, 3 серебра, 8 спортсменов показали высокие результаты и вошли в финальную часть состязаний. И в победе каждого – вклад металлоинвеста – компании, поддерживающей спорт высоких достижений.